Астрид Лингдрен, Эмиль из Лённеберге. Эмиль из Лённеберге. Так звали мальчика, который жил близ Лённеберге. Эмиль был маленьким сорванцом и упрямцем. Вовсе не такой славный, как ты. Хотя на вид неплохой парнишка. То, что правда, то правда. И то, пока не начнёт кричать. Глаза у него были голубые и круглые. Лицо тоже круглое и розовое. Волосы светлые и вьющиеся. Посмотришь на него, ну просто ангелочек. Только не умиляйся раньше времени. Эмилю было пять лет от роду. Но силой он не уступал молодому бычку. Жил он на хуторе Катхульт, близ селения Лённеберга, в провинции Смоланд. И разговаривал этот плутишка на смоландском наречии. Но тут уж ничего не поделаешь. В Смоланде так все говорят. Если ему хотелось надеть свою шапку, он не говорил «хочу шапку», а кричал «хочу шапейку». Его шапка была всего-навсего обыкновенной. Довольно неказистая кипчонка с чёрным козырьком и синим верхом. Её однажды купил ему отец, когда ездил в город. Эмиль обрадовался обновке и вечером, ложась спать, сказал «хочу шапейку». Его маме не понравилось, что Эмиль собрался спать в кепке. И она хотела положить её на полку. Но Эмиль завопил, что так сильно, что стало слышно во всей Лённеберге «хочу шапейку». И целых три недели Эмиль спал в кепке каждую ночь. Что ни говори, а своего он добился. Хотя и пришлось поскандалить. Он уж-то умел настоять на своём. Во всяком случае, не делал того, чего хотела его мама. Однажды под Новый год она попыталась уговорить его поесть тушёных бобов. Ведь овощи так полезны детям. Но Эмиль наотрез отказался. «Не буду!» «Ты что ж, совсем не будешь есть овощи и зелень?» «Буду!» «Только в заправдошнюю зелень!» И притаившись за новогодней ёлкой, он принялся грызть зелёные еловые веточки. Но скоро ему надоело это занятие уж больно колючие иголочки ёлки. И упрямый же был этот Эмиль. Он хотел командовать и мамой, и папой, и даже всёй Лённебергой. Но жители не желали ему подчиняться. «Жаль этих Свенсенов из Скоттхольта!» Если бы они только знали, что он будет председателем муниципалитета, когда вырастет, ты, верно, не знаешь, кто такой председатель муниципалитета. Это очень-очень важный человек, можешь мне поверить. Так вот, Эмиль и стал председателем муниципалитета, только не сразу, конечно же. Но не будем забегать вперёд, а расскажем по порядку о том, что случилось, когда Эмиль был маленький и жил на хуторе, близ Лённеберге, в провинции Смоланд, со своим папой Антоном Свенсеном, мамой Альмой Свенсой и маленькой сестрёнкой Идой. Был ещё работник Альфред и служанка Лина, ведь в те времена, когда Эмиль был маленьким, и в Лённеберге, и в других местах, ещё не перевелись работники и служанки. Работники пахали, ходили за лошадьми, быками, скирдовали сено, сажали картошку, служанки доели коров, мыли посуду, скребли полы и баюкали детей. Теперь ты знаешь всех, кто жил в Котхульте. Папу Антона, маму Альму, маленькую Иду, Альфреда и Лину. Правда, там жили ещё две лошадки, быки, восемь коров, три поросёнка, десяток овец, пятнадцать кур, петух, кошка и собака. Да ещё Эмиль. Хутор был небольшим, уютным. Хозяйский дом, выкрашенный в ярко-красный цвет, возвышался на хольме среди яблонь и сирени. А вокруг лежали поля, луга, пастбище, озеро и огромный-преогромный лес. Как спокойно и мирно жилось бы в Котхульте, не будь там Эмиля, ему бы только проказить этому мальчишке. А коли не проказит, всё одно с ним беды не оберёшься. В жизни не видывала этого пастрелёнка. Но мама Эмиля взяла его под защиту. Эмиль вовсе неплохой. Вот смотри, сегодня он всего один раз ущипнул Иду, да пролил сливки, когда пил кофе. Вот и все проказы. Ну ещё гонялся за кошкой вокруг курятника. Нет, что ни говори, он становится спокойнее и добрее. Неверно. Нельзя сказать, что Эмиль был злой. Он очень любил и сестрёнку, и кошку. Иду ему пришлось ущипнуть, иначе она ни за что не отдала бы ему хлеб с повидлом. А за кошкой он гонялся без всякого дурного умысла. Просто хотел посмотреть, кто быстрее бегает. А кошка его не поняла. Так было 7 марта, в день, когда Эмиль был такой добрый, что всего один раз ущипнул Иду. А теперь послушай, что приключилось с Эмилем в другие, более богатые событиями дни. Неважно, просто ли он проказил, или всё получалось само собой, потому что с Эмилем вечно что-то приключалось. Итак, начинаем наш рассказ. Вторник, 22 мая, как Эмиль угодил головой в супницу. Вот день, в тот день на обед был мясной суп. Лина переливала суп в расписанную цветочками супницу и поставила на кухонный стол. Все с аппетитом принялись за еду, в особенности Эмиль. Он любил суп, и это было заметно потому, как он его хлебал. Что это ты так чавкаешь? А иначе никто и не знает, что это суп, ответил Эмиль. Правда, ответ его прозвучал иначе. Но что нам до этого смолонского говора? Послушай-ка, что было дальше. Все ели вовсю, и вскоре вся супница опустела. Лишь на донышке осталась малюсенькая-прималюсенькая капелька. И в эту каплю захотел съесть Эмиль. Однако слезнуть можно было, только всунув голову в супницу. Эмиль так и сделал. И все услыхали, как он причмокнул от удовольствия. Но можете себе представить, Эмиль не смог вытащить голову обратно. Супница плотно сидела на его голове. Тут Эмиль перепугался, выскочил из-за стола. Он стоял посреди кухни, а на голове, словно кадушка, возвышалась супница, сползавшая ему на глаза и на уши. Эмиль силился стащить супницу с головы и вопил во весь голос. Лина сполошилась. Ах, наша чудесная супница! Куда мы станем теперь наливать суп? Раз голова Эмиля в супнице, понятно, туда супа уже не нальешь. Это Лина сообразила. Но вообще-то она была довольно бестолкова. Мама Эмиля больше думала о сыне. Милые вы мои, как же нам спасти ребенка? Давайте разобьем супницу кочергой. Ты что, с ума сошла? Воскликнул папа. Ведь супница стоит целых четыре кроны. Попробую-ка я, сказал Альфред, ловкий и находчивый парень. Ухватившись за обе ручки супницы, он с силой потянул ее вверх. Ну и что толку? Вместе с супницей Альфред поднял и Эмиля, потому что Эмиль крепко-накрепко застрял в супнице. Он так и повис в воздухе, болтая ногами и желая как можно скорее снова очутиться на полу. «Отстань! Пусти меня! Отстань! Кому говорю?» – кричал он. И Альфред поставил его на пол. Теперь все окончательно расстроились и, столпившись вокруг Эмиля, думали, что делать. И никто, ни папа, ни мама, ни Ида, ни Альфред и Лина не мог придумать, как высвободить Эмиля. «Ой, Эмиль плачет!» – сказала маленькая Ида. Несколько крупных слезинок вытекло из-под супницы и покатилось по щекам Эмиля. «Это не слезы, это суп!» – возразил Эмиль. Он по-прежнему хорохорился, но видно, что ему было совсем не сладко. Подумать только, а вдруг он никогда не избавится от супницы? Бедный Эмиль! На что же он теперь напелит свою шапейку? Мама Эмиля очень жалела малыша. Она снова хотела схватить кочергу и разбить супницу, но папа сказал, «Ни за что! Супница стоила четыре кроны! Мы лучше поедем к доктору! Уж он-то освободит Эмиля и возьмет с нас всего три кроны! Так что одну крону мы все же сэкономим!» Маме понравилась папина затея, ведь не каждый день удается сэкономить целую крону. «Сколько всего можно купить на такие большие деньги?» Перепадет что-то и маленькая Иде, которая будет сидеть дома, пока Эмиль разъезжает по докторам. На хуторе начались поспешные сборы. Надо было привести в порядок Эмиля, умыть, одеть его в праздничный костюмчик. Причесать, разумеется, было невозможно. Правда, мама ухитрилась просунуть в супницу палец, чтобы очистить грязь из ушей мальчика. Но это кончилось плохо. Палец тоже застрял в супнице. «Тяни его, тяни!» Советовала маленькая Ида. «Ну, кто еще? Кому охота прицепиться к супнице?» Закричал папа. «Пожалуйста, не стесняйтесь! Я возьму большой возд для сена и заодно свезу к доктору весь наш хутор!» Но тут мама Эмиля сильно дернула руку и вытащила палец из супницы. «Видно не мыть тебе сегодня ушей!» Сказала она, подув на палец. Из-под супницы мелькнула довольная улыбка. Эмиль сказал, «Ну, хоть какой-то прок от этой супницы!» Тут Альфред лихо подогнал повозку к крыльцу, и Эмиль вышел из дому. Он был такой нарядный в полосатом праздничном костюмчике, в черных башмаках на пуговках и с супницей на голове. Но, правда говоря, супница на голове была, пожалуй, ни к чему, но яркая и пестрая. Она, если на то пошло, напоминала какую-то необычайно модную летнюю шляпку. Плохо только, что она то и дело съезжала Эмилю на глаза. Пора было ехать к доктору, вскоре они были готовы, и повозка тронулась в путь. «Присматривай без нас! Хорошенько заидай!» Закричала мама Эмиля Лине. Она устроилась на переднем сиденье. Рядом с папой на заднем сиденье восседал Эмиль с супницей на голове. Рядом с ним лежала его кипяченка. Хорошо, что он заранее подумал о ней. «Что готовить на ужин?» – крикнула вдогонку Лина. «Что хочешь! Не до того мне сейчас!» – ответила мама. «Тогда сварю мясной суп!» – сказала Лина. И тут же, увидев, как яркая в цветочках супница исчезает за поворотом, вспомнила о случившемся и, обернувшись к Альфреду с маленькой Идой, грустно сказала, «Ладно, вместо супа будут пальты и шпик». Эмиль уже не раз ездил к доктору. Ему нравилось сидеть высоко на облучке и смотреть, как петляет дорога. Ему нравилось разглядывать хутора, мимо которых они проезжали, живших там ребятишек, лаявших у калиток собак, лошадей, коров, которые паслись на лугах. Однако на этот раз поездка была не из веселых. На этот раз он сидел с супницей на голове. Она совсем закрыла его глаза, и он ничего не видел, кроме носков своих собственных башмаков, которые с трудом различал из-под супницы сквозь узкую щелку. Поминутно ему приходилось спрашивать отца, «Где мы сейчас?» «Уже проехали блины, скоро поросенок». Эмиль сам придумал эти названия для всех хуторов вдоль дороги. Один он называл «блины», потому что однажды, проезжая мимо, видел, как двое толстых мальчуганов у калитки кушали за обе щеки блины. Поросенком он назвал другой хутор в честь маленького резвого поросенка, которому иногда почесывал спинку. Теперь Эмиль мрачно сидел сзади, уставившись на носки своих башмаков, и не видел ни блинов, ни поросят. Неудивительно, что он все время ныл. «Где мы?» «Далеко еще!» Когда Эмиль с супницей на голове вошел в приемную доктора, там было полно народа. Все, кто сидел в приемной, пожалели мальчика, и понятно, что с ним стряслась беда. Один только щупленький старикашка при виде Эмиля не удержался от смеха, словно это так весело застрять в супнице. «Хо-хо-хо! Уши у тебя, что ли, зябнут, малыш?» «Нет!» — отозвался Эмиль. «Зачем же ты тогда нацепил этот колпак?» «Чтоб уши не озябли!» — ответил Эмиль. Он, за словом, в карман не лез. Даром, что был мал. Но тут Эмиля позвали к доктору. Доктор не смеялся, только сказал. «Здравствуй, здравствуй! Что ты там делаешь в супнице?» Эмиль не мог, конечно, видеть доктора, но поздороваться с ним было непросто. Эмиль вежливо поклонился, низко склонив голову вместе с супницей, и тут раздался звон. «Дзинь!» Супница, расколотая на две половинки, лежала на полу, потому что Эмиль ударился головой о письменный стол доктора. «Плакали наши четыре кроны!» — тихонько сказал папа Эмиля маме, но доктор его услыхал. «Нет-нет! Одну крону вы все-таки сэкономили! Когда я вытаскиваю из супниц маленьких мальчиков, я беру за это пять крон, а на этот раз он сам себя вытащил. Папа очень обрадовался. Он даже был благодарен Эмилю за то, что он разбил супницу и сэкономил одну крону. Проворно подняв обе половинки супницы, папа вышел из кабинета с Эмилем и его мамой. На улице мама сказала, «Подумать только! Мы опять сэкономили! На что же мы потратим крону?» «Ни на что! Мы ее сбережем!» «А пять эры?» То есть мелких грош. Эмиль честно заработал, «Пусть он их положит дома в копилку!» Вынув из кошелька монетку пять эры, папа дал ее Эмилю. Угадай, обрадовался Эмиль или нет? И вот они отправились в обратный путь. Довольный Эмиль, напялив на голову свою кипченку, сидел позади, зажав в кулачке монетку. Он смотрел на всех детей, на всех собак, лошадей, коров, поросят, какие только попадались ему на глаза. Будь Эмиль просто заурядным малышом, с ним бы в тот день ничего больше не случилось. Но Эмиль был не такой, как все. Он засунул пятиэровую монетку в рот, как раз когда они проезжали мимо поросенка. И сразу до мамы с папой с заднего сиденья донесся странный звук. Легонько икнув, Эмиль проглотил монетку. Ой, вот здорово, как быстро я ее проглотил, сказал Эмиль. Мама Эмиля запричитала. Милые вы мои, как нам достать из ребенка монетку в пять эры? Едем обратно к доктору. Нечего сказать, здорово ты умеешь считать. Неужто мы будем платить доктору пять крон за монетку в пять эры? Что у тебя было в школе по арифметике? Эмиль спокойно отнесся к происшедшему. Похлопав себя по животу, он сказал, я сам буду своей копилкой. Хранить монетку в животе куда надежнее, чем дома в копилке. Отсюда ее никому не достать, а из копилки можно. Я уже пробовал открывать ее кухонным ножом. Так что знаю. Но мама Эмиля не сдавалась. Она во что бы то ни стало хотела показать Эмиля доктору. Я ведь ничего не говорила в тот раз, когда он съел все пуговицы от штанишек. Но переваривать монетку куда труднее. Как бы не было беды. Она так напугала папу, что тот повернул лошадь и поехал назад в Марианне-Лунт. Потому что папа Эмиля тоже беспокоился за своего мальчика. Запыхавшись, вбежали они в кабинет доктора. Вы что-нибудь забыли? Нет. Только наш Эмиль проглотил монетку в пять эры. Не согласитесь ли вы, доктор, его немножко прооперировать за четыре кроны и еще и монетку в пять эры в придачу? Но тут Эмиль дернул папу за сюртук и прошептал. Попробуй только отдать ему монетку. Монетка моя. А доктор вовсе и не думал отбирать у Эмиля монетку. Никакой операции не надо. Через несколько дней монетка вернется к тебе сама. Съешь-ка пять булочек, чтобы монетке не было скучно одной, чтобы она не поцарапала тебе животик. Какой чудесный доктор. Не взял ни копейки за совет. Папа Эмиля был ужасно доволен и весь сиял, когда снова вышел на улицу с Эмилем и его мамой. Мама Эмиля тотчас собралась в булочную с сестер Андерсон, чтобы купить Эмилю пять булочек. Вот еще булочки есть у нас дома. Эмиль задумался, хотя ненадолго. Он кое-что соображал в счете и кроме того ему хотелось есть. Похлопав в себя по животу, он сказал, «У меня тут монетка в пять эры. Добраться я только до нее смогу сам. Куплю себе булочек». Подумав еще немножко, он добавил, «Пап, а ты не сможешь одоложить мне пять эры на несколько дней? Я верну их тебе, честное слово». Тут папа сдался, и они пошли к сестрам Андерсон, купили Эмилю пять булочек. Булочки были очень аппетитные, круглые, румяные, обсыпанные с сахарной пудрой. Эмиль быстро их съел. «О, самые вкусные лекарства на свете», сказал он. А у папы на радостях голова пошла кругом, и он решил позволить себе неслыханную роскошь. «Мы заработали сегодня уйму денег», «весело», сказал он, и, махнув на все рукой, накупил на целых пять эры мятных леденцов для маленькой Иды. «Знаешь, в те времена дети были непредусмотрительны. Они не задумывались над тем, потребуются ли им в жизни зубы или нет. Теперь дети в Леннеберге не едят столько конфет, зато их зубы целы». Потом хуторяне покатили обратно в катхольд. Едва переступив порог, еще в сюртуке и в шляпе папа принялся склеивать супницу. Это было проще от простого, ведь она раскололась на две равные половинки. Лина от радости запрыгала и закричала Альфреду, который распрягал лошадь, «У нас в катхольте снова будет мясной суп!» Неужто Лина и вправду на это надеялась? Видно, она забыла про Эмиля. В тот вечер Эмиль долго играл с маленькой Идой. На лужайке между громадными валунами он построил в сестренке игрушечный шалаш. Ей было страшно весело. Ощипал он ее легонько. И только тогда, когда ему хотелось съесть мятный леденец. Но тут начало смеркаться, Эмиль с маленькой Идой стали подумывать, не пора ли спать. Они забежали на кухню посмотреть, нет ли там мамы. Ее там не было, вообще там никого не было. Стояла только супница, уже склеенная. Она красовалась на стыле. Эмиль и маленькая Ида уставились на чудо-супницу, которая путешествовала целый день. «Ишь ты, доехала до самого Марьяны Лунда!» с завистью сказала маленькая Ида. А потом с любопытством спросила. «Эмиль, а как тебе удалось туда засунуть голову?» «Это пара пустяков!» ответил Эмиль. «Вот как!» Тут в кухню вошла мама Эмиля, и первое, что она увидела, был Эмиль с супницей на голове. Эмиль срывал супницу с головы, а маленькая Ида визжала. Визжал и Эмиль, потому что супница снова крепко сидела у него на голове. Тут мама схватила кочергу и как стукнула ею по супнице, что только звон пошел по всей округе. «День!» И супница разлетелась на тысячу мелких черепков. Осколки дождем посыпались на Эмиля. Папа был в овчарне, но, услышав звон, кинулся на кухню. Застыв на пороге, он молча переводил взгляд с Эмиля на черепки, с черепков на кочергу в руках мамы. Не проронив ни слова, папа повернулся и ушел обратно в хлеб. Два дня спустя он получил от Эмиля пять эры. Все же утешение, хоть и небольшое. Вот теперь ты примерно знаешь, какой Эмиль был озорник. Эта история с супницей случилась во вторник, 22 мая. Но, может, тебе хочется услышать и о другой проделке Эмиля.